Улыбки, аплодисменты и десятки снимающих телефонов. Всё как в концертном зале, только в качестве слушателей, прохожие. Пешеходная аллея в микрорайоне оптимистов, благодаря таланту юной скрипачки, стала напоминать Арбат. Десятки видео уже разлетелись по интернету, интерес к уличной музыке всё растёт. К прекрасному приобщилась и наша съёмочная группа. Елена Куликова продолжит тему. Ксения часто заглядывает в эту кофейню к друзьям. Она приходит, чтобы помочь, навести порядок или сварить ароматный напиток для гостя. Когда-то сама работала баристой и до сих пор обожает готовить кофе. Для неё это прежде всего искусство. Искусство, подобное музыке. Она успела поработать продавцом, администратором, училась на филолога. Но скрипка всегда была где-то рядом. И вот теперь Ксения решила, что надо дарить музыку и хорошее настроение всем. Она выходит на улицу, раскладывает ноты и настраивает смычок. А небольшой скамейке посреди спешащего города юная девушка с маленькой скрипкой. Её чарующая слух – музыка. Она часто играет. Её в окно сразу слышно. И мы тоже выходим, поддерживаем её. Услышав звуки музыки, кто-то останавливается, кто-то просто замедляет шаг. Большинство задерживается лишь на мгновение и уходит, унося с собой прилипший мотив и добрую улыбку. Зато дети четвероногие, кажется, сегодня никуда не спешат. В этой колыбели музыки им вполне уютно. После каждой композиции негромкие, но очень искренние аплодисменты. Кто-то проникается просто до слёз. Это очень приятно. Очень приятно почувствовалось, как будто мы в большом городе, где-то на Арбате. У меня даже слёзы текут, потому что очень красиво девочка молодец. Очень приятно увидеть данную леди здесь, на нашем проспекте. Вот. Хорошее впечатление. А вы же здесь живёте? Да, на оптимистов 10 лет живу и первый раз такое вижу. Очень приятно. Очень приятно. И хотелось бы, чтобы вся наша молодёжь творческая выходила вот и летом. Мне кажется, лучше вот здесь бы стояли, слушали музыку, чем в подворотнях и там зато самое. Очень приятно. Проходящая женщина спешно протягивает купюру. Но ни футляра, ни шляпы для денег сегодня нет. Признание публики, тёплые слова и радостные улыбки для Ксении дороже звона монет. Я кайфую от того, что люди останавливаются и слушают. Останавливаются семьи, очень пожилые люди. И каждый раз мне пытаются подарить цветы, угостить кофе. Я ещё просто возле цветов работаю, поэтому все сразу за цветами бегут. Мне нравится то, что я их заряжаю. Хоть и два человека за весь вечер, но мне от этого хорошо. Скрипка – инструмент капризный. Я тоже, признаётся Ксения. Мы с ней словно в особом мире. Не всегда понятны окружающим, иногда одинокие, но только в нём настоящие. Ксения обожает Баха Вивальди Генделя. Без хорошей музыки свою жизнь уже не представляет. Мне действительно приятно, когда скрипка плачет. Мне приятно. Мне приятно, когда скрипка рычит. Мне приятно. А другие люди, они слышат, как это сказать по-русски, рёв, непонятное звучание струн. В общем, если ты с детства слушаешь скрипку, классику, то ты поймёшь, конечно. А так тяжело людям объяснить, что значит для меня классика. Пока говорит о классике, на глазах выступают слёзы. Ей до боли хочется верить, что хорошая музыка не растворится и не исчезнет в потоке звуков. Она надеется, что мы ещё способны понять всю глубину, сокрытую в этих нотах. Мне просто тяжело об этом говорить, потому что хочется людям показать, что классика – это тоже музыка. Её постепенно забывают и как-то, не знаю, подсмеиваются уже над классикой. Мне тяжело. Я пытаюсь вернуть людям то чувство, что классика – это тоже музыка. Под неё тоже можно танцевать, плакать и чувствовать. И пусть по-настоящему сопереживающих пока мало, и мотив приходится выбирать популярный. Но эти минуты музыки, способные оживить и украсить город, сделать наш мир чуть лучше и чуть волшебнее. Елена Куликова, Артур Цивилюк, Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин